здравствуйте друзья с вами татьяна и компания юнис если вы занимаетесь пошивом трикотажа вы обожаете это делать и поскольку у нас сейчас вещи практически все сшиты из трикотажа то распошивальная машина джуки м с для вас а что она делает она подшивает низ изделия ваших футболок платьев трикотажных свитшотов худи лонгслив сейчас огромный ассортимент да те же маечки допустим подшиваем низ изделия подшиваем длину рукава до низ рукавчика также мы можем при помощи плоскошовной машины обработать горловину или сделать какие-то декоративные строчки но хочу обратить внимание на то что эта машина плоскошовная идет без верхнего раскладчика данная модель выполняет 7 различных видов швов она имеет три иглы как и все плоскошовные машины при помощи которых вы можете переставлять иглы добиваясь разного межигольного расстояния то есть если мы убираем с вами центральную иглу мы сделаем широкий плоский шов если мы уберем крайнюю крайнюю правую он у нас будет поуже но будет больше отступ от края до лапки или наоборот левую и можно выполнить еще на этой машине цепной стежок при помощи которого можно выполнить так сказать строчку стачать изделие давайте познакомимся с этой машиной поближе расскажу о некоторых технических характеристиках кстати в комплектацию к этой машине идет набор игл катушка держатели сеточка для скользких ниток потом идет у нас щеточка такой сервисный набор до отвертка для того чтобы мы могли выкрутить иглы поменять их и естественно пинцет наш помощник при заправке нитки в машину приглашаю вас подойти к этой машине поближе сейчас расскажу об единственном отличие наверное об особенности этой плоскошовной машины по моему ни в одной модели плоскошовных машин этого нет во первых друзья обратите внимание на то когда вы покупаете плоскошовную машину от производителя всегда есть образец по которому можно судить о качестве строчки у нас с вами плоскошовная трех игольная машина и вот она выполняя до 3 параллельные строчки потому что у нее три иглы как я уже ранее сказала вот раз два три при помощи которых мы можем уже добиваться нужного межигольного расстояния то бишь если мы убираем вот центральную иглу показываю тогда у нас останется в работе эта нитка и этой будет уже строчка широкая там до 5 по моему миллиметров если мы убираем эту иголочку это у нас какая правая то будет у нас припуск больше от края и строчка уже ближе друг другу ну и точно так же с этой стороны оставляем одну иглу там тоже есть вариации с одной иглой центральная игла крайняя левая крайняя правая это тоже нас как бы отдаляет от самой лапки в работе конечно же участвует нас не только иглы да если бы мы работали одними иглами конечно это было бы все намного проще потому что игольная заправка не так это всегда просто но безусловно для того чтобы у нас сформировался вот такой вот красивый застил с изнаночной стороны который обрабатывает и зарабатывает край сейчас у нас с вами здесь просто по центру выполнена строчка но когда бы мы с вами делали подгибку низа у нас край среза материала должен идти вот вот здесь а это представим как будто основное изделие вот здесь у нас подгибка идет и вот он подвернутый из срез зашивается у нас вот по-крайнему цепочку цепочки как это нам тоже приловчится скажем так и достичь такого результата я вам на кусочки ткани покажу в процессе видео и вы посмотрите я думаю что не составит никаких сложностей вы все поймете как это быстро делать итак перейдем к особенности этой машины плоскошовная машина mcs 1500 n имеет особенную лапку эта лапка является компенсационной она обратите внимание состоит из трех подпружинящих секций на вот видите одна секция центральная секция она стоит более такая недвижимая и вот еще крайняя секция для чего это это служит для улучшения для прохождения вот баланса где мы работаем с толщиной для того чтобы равномерное давление осуществлялось на ткань при перепадах толщины максимальный объем поднятия до высота максимальная высота лапки вот сейчас она идет у нас в обычном состоянии ее можно вот поднять еще и выше ну где-то до 12 миллиметров у нее подъем лапки и так машина выполняет 7 видов швов перед нами вот цветная маркировка тоже здесь обратите внимание что на самой стойке здесь у нас тоже есть цветная маркировка куда мы ставим нитку заправляем синяя значит мы опускаемся сюда к синей и переходим вот именно к этому регулятору натяжения нити зеленую мы заправляем ставим катушку назад естественно сюда идем вот у нас подсказка тоже к зеленому регулятору точно также желтую и мы понимаем что допустим вот у нас всего точечками промаркирована да куда заводить какого цвета вот ниточку это естественно не значит что мы должны такого цвета заправлять нет но для новичков я советую точно также по цветам заправить чтобы понять как формируется стежок и строчка вот заправили по ходу до каждый идет в свой здесь отдельный отдельное место до под свой каждый крючок ну соответственно и их вдеваем в иголочку и все и на этом наша заправка игл закончена под этой крышкой петлителя мы можем наблюдать вот как раз то о чем я вам рассказывала эта цветная схема заправки чтобы нам не угадывать здесь вот прям прорисован ход для каждой иглы это чем-то похожее на оверлок но здесь петлитель устроен немного иначе мы отсюда вот можем наблюдать вот вот этот носик это выглядывает у нас петлитель который нам требуется заправить для этого мы разворачиваем оверлок таким вот образом здесь столик есть тоже очень удобные с разметкой по которому можно вот вести ткань да и тем самым уже варьировать как бы ширину до подгибки изделия открываем с этой стороны плоскошовную машину вот таким вот движением руки и видим здесь на первый взгляд устрашающую картину на самом деле пугаться ничего не надо сверху у нас есть тоже поясняющая схема с цветной ниточкой вот пугаться ничего не надо в инструкции тоже все прописано ну я вам сейчас продемонстрирую поскольку иглы заправлять просто а мы с вами наверное заправим петлитель чтобы у вас не возникало никаких вопросов не было страха комплект идет вот такой еще дополнительный держатель катушки на машине изначально но для удобной транспортировки производителем это задумано что у нас здесь две катушки потом мы этот держатель устанавливаем вот сюда сейчас мы развернемся специальное есть место до разъем куда мы защелкиваем просто наш дополнительный этот столик вот таким вот образом и обратите внимание на то что вот видите здесь фиолетовый цвет когда производитель отшивает образцы они безусловно сохраняют все ниточки они их не выдергивают с машины они их берут просто вот так вот накручивает сюда на регулятор давления лапки все по идее как в оверлоке бывалые швея что мы делаем для того чтобы не мучаться долго не заправлять мы просто расставляем катушки по своим местам вот к примеру да у нас здесь с вами вот как раз подготовила и синюю ниточку вот это у нас идут фиксаторы держатели для промышленных намоток для конусов сюда не очень удобно оставить бытовую катушечку потому что она будет соскакивать и подпрыгивать вот ставим голубую сюда и сюда вот по синей разметки у нас здесь ниточки с вами хвостики остались поэтому я много времени не буду занимать уже вам рассказала как это можно заправить но если вдруг у вас произошел конечно обрыв нитки вам нужно будет вытащить и используя схему под крышкой петлителя взять и вручную все это дело заправить но предварительно рекомендую прежде чем если вдруг у вас такой до случился форс-мажор нитка где-то порвалась или в петлителе или в игле у вас машина предварительно этого работала вам нужно поднять иглы вот я не знаю сейчас они сцепились да вы видите что ниточки у нас они вот сейчас находятся вот они все там внутри под пластиной нам надо обрезать кончики и сейчас я вам покажу мы просто обрезаем вот так кончики и теперь что мы делаем потому что если вы даже заправите одну иголочку там или петлитель и приступите опять к работе у вас машина не пойдет мы берем вот так лапку поднимаем и вытаскиваем вот эти все ниточки чтобы они у нас были просто вот свободные и лежали на игольной пластине петлителя нитка отдельно иглы все ниточки отдельно если можно заправлять и уже дальше приступать потому что многие сталкиваются с этой ситуации когда покупают технику мне часто на ватсап пишут задают вопросы я им всегда подсказываю все эти ситуации кстати если вдруг у вас какой-то возникнет вопрос когда вы звоните по телефону я конечно пытаюсь включить всю свою фантазию воображение что у вас происходит там на самом деле но лучше уж присылайте друзья видео что у вас не так что не так потому что по заправке по иглам по регулировкам натяжения по каким-то таким моментам я все смотрю и понимаю и тогда уже могу вам подсказать и порекомендовать дальнейший ваш ход действий так иглы мы с вами привязали естественно узлы все они через иглы не пройдут поэтому мы что делаем мы взяли мы их освободили из петлителя из угольной пластины и теперь просто вот при поднятой лапке мы протягиваем их и вот смотрите происходит о чудо оверлок заправляет сам себя это то что касается у нас игольных ниток останется только проверить и завести за все крючки чтобы ниточки нигде у нас не перепутались теперь берем наш любимый пинцет и попадаем где специальные устройства в оверлоках бывает в комплекте такое специальный заправщик нитки в иглу приспособления она и и продается отдельно его тоже можно приобрести вот это для тех кто плохо видит и наверное уже для меня ну вот мы заправили последнюю иглу теперь нитки просто берем и под лапку их запускаем пока что так и на этом мы останавливаемся здесь мы переходим к самому интересному это петлитель точно также устанавливаем катушку я ее специально взяла розового цвета вот заправляем сюда сейчас покажу вам сначала как мы протягиваем вы посмотрите ход да вот мысли ход заправки вот а потом второй раз покажу как вручную видите какие заботливые производители они оставляют и ниточки хвостики чтобы нам удобно было для новичков это очень хорошо что потому что магазине посмотрели и забыли как что к чему ну что открывайся ой какой кошмар вот смотрите я когда ниточки срезала вытащила да вот она ниточка у нас тут вот он хвостик сейчас я подниму лапку потому что она все ослабляет у нас тоже лапку подняли мы берем ниточку с петлителя и протягиваем и обратите внимание как сейчас по всем ходам там будет проходить вот она наша розовая ниточка она идет отсюда снизу пошла вовнутрь пошла вот если она там где-то вот плохо у вас под застряла можно вот чуть-чуть и ослабить видите она через просто барашек это через натяжитель мне что же здесь регулируется натяжение нити поэтому мы вот видите протягиваем и вот она пошла розовая то есть заправочка у нас происходит вот таким образом заходит сюда потом вокруг натяжителя потом сюда идет за крючок сюда за крючок потом мы ведем сюда потом мы разворачиваем таким образом вот сюда вокруг чтоб она во внутрь нитка это зашла и теперь она там внутри проходит и мы вот она выходит сюда у нас в крючок сюда крючок и при опущенных иглах видите у нас выдвигается задняя часть но сейчас она у нас свободно ниточка вот она уже вышла в петлитель проходит узелок свободно вот вышла а при ручной заправке там нужно будет отжать рычаг для доступа к самому петлителю это вот происходит вот так вот прижали хоп и он у нас вышел тогда мы легко сможем вот сюда деть ниточку до сам глазочек и потом просто мы его отбрасываем и все ну что пойдем вручную в рукопашную ну что поехали запоминаем мы цепляем здесь вот у нас специальный такой вот как зажимчик да для нитки он идет с ворсиночкой чтобы ниточка у нас не путалась вот он специально у нас тоже разъем часа пинцет сразу возьму сюда мы зацепили вокруг натяжителя потом здесь у нас с вами крючок есть сюда крючок вот мы подходим к этому месту схема заправки у нас вот она на корпусе машины прорисована когда снизу на жизнь здесь так вот и все и теперь мы с вами возвращаем эту ниточку для того чтобы она во внутрь попала вот таким вот образом увидели вот она нитка сначала за крючок потом я взяла нитку и завожу ее вот сюда в эту щель все нитка у нас перешла туда на ту сторону и с той стороны у нас тоже есть крючок за которой мы сверху вот раз и цепляем хоп вот она дальше дальше мы должны попасть с вами в пружинку пружинку я думаю что мне наверное будет проще при помощи пинцета сейчас попасть чтобы долго тут не петлять и опустили иглы вниз иглы вниз опустили да и как я вам уже говорила берем нажимаем на вот этот белый рычажок потом на сам вот этот вот петлитель на устройство вместе это раз и опустили вниз дальше мы поскольку у нас нитка идет с внутренней стороны мы с внутренней стороны вдеваем ниточку часа хвостик подрежу и то она не причесана и вот видите она сюда мне заходит все пружинка осталось и теперь с этой стороны мы уже заводим свободно глазочек петлителя ниточка сама легла вот в бороздку петлителя это дело теперь можно вот так вот раз сюда и нам осталось просто с этой стороны подхватить пинцетом прокручиваем когда сам петлитель и выше вот она ниточка и есть сделаем сейчас контрольную строчку посмотрим все ли мы правильно заправили и все и так как будто бы да у нас тут не кройки шитья но я вам хочу показать как это должно в принципе работать что мы берем вот это вот представим наше основное изделие вот она футболочка наша пошла и танец а мы берем отмечаем у нас подгибка на примеру вот два сантиметра до сантиметра но вы же отмечаете не карандашом до маркером самоисчезающим мылом панда который тоже от утюга у нас очень удобно вот наметили себе это будет у нас линия панки мы знаем что у нас вот линия подгиба нам еще надо здесь же проложить строчку правильно поэтому мы два раза отмечаем то есть уже сама можно было конечно сразу четыре сантиметра поставить сделать так и так то есть вот эта линия которую я сейчас провожу это должна быть линия для крайней иглы ну вот к примеру примеру так мы с вами вот подогнули по первой линии от среза это та сторона которая должна уйти у нас под оверлочную строчку под распашивание все вы предварительно конечно это дело заметали это мы тут на коленках вам показываем решили как быстренько вам все показать вот заметали основное изделие у нас пошло сюда здесь лежит футболочка вот это у нас сгиб да и вот смотрите что хочу вам сказать напротив каждой иглы левая центральная правая игла есть вот конечно своя рисочка своя меточками вот выпуклые слышите вот и соответственно нам вот не надо здесь вот присматриваться глазом как попасть на крайнюю иглу до соответственно мы вот эту риску уже понимаем что нам надо ткань вот сюда же поставить что когда я опускаю лапку вот таким образом я увижу что вот это моя намеченная линия она пойдет по кре по крайнему срезу или же можно но чуть-чуть перепустить там допустим если мы центрально нам надо захватить вот этот срез нижний правильно если мы сейчас поставим туда вот эту крайнюю то у нас строчка будет просто по одной основной ткани а сгиб мы так и не прострочим поэтому нам надо захватить и подгибку саму и заработать срез ну как по мне я может быть даже вот чуть-чуть было так вот сделай сюда его во первых я подвину потому что надо чтобы иглы уже поплавку туда пошли и вот таким вот образом мы будем равняться все давайте протестируем насколько мы правильно все заправили проверили вот натяжение все тут у нас везде регуляторы с вами ну вот смотрите вот когда мы перетягивали ниточку тут вот синяя нитка а синяя зеленая все у нас идет в одном желтая у нас здесь все нормально вот это у нас девочки мальчики регулировка давление прижимной лапки на ткань и сбоку у нас есть еще как и в оверлоках настроить можно длину стежка то есть строчку можно сделать погуще помельче и дифференциал дифференциальный транспортер на что он влияет он влияет на растяжение на получение такого эффекта волны или на присбаривание если мы работаем с трикотажными тканями они не всегда стабильные да скажем так и при помощи этого дифференциального транспортера у нас вот здесь находится две зубчатые рейки передняя и задняя одна из них движется с одинаковой скоростью а вторую вот мы можем настроить чтобы она двигалась или медленнее или быстрее для того чтобы получить нам нужный или волну растяжение или наоборот при посадить все давайте меньше наверное уже болтологии давайте пробовать вот мне надо конечно чтобы вот это вот дело должно быть у вас приутюжина хорошо да на металле чтобы строчка потому что судя по моим там заворотам подворотом перестрахую чтобы у меня был более-менее хороший результат потому что я как бы не очень подготовилась не чем строчить надо включить еще машину нажать у нее сбоку кнопочка еще есть оказывается а знаете почему потому что у нас лампа тут светит а мне же светло посмотрите какое обалденное освещение до светодиодное кстати освещение очень ярко и хочу сказать что сам оберлок довольно тихо работает итак что у нас тут получилось получилось это первые наши ниточки вот она строчка наша до трех игольная строчка вот она голубая у нас тут заправлено желтая тут ну ка развернем что же у нас с изнаночной стороны с изнаночной стороны у нас все тоже замечательно вот это вот розовая нить это единственное то что ну как натяжение наверное я бы немножко вы подрегулировала и вот смотрите тот момент да где я же не прикалывала не наметывала ничего на самом деле строчка вот неплохая как нитки освободить теперь поднимаем сюда и тянем назад не вбок не вперед а вытягиваем назад ниточки ну соответственно ножничками срезаем потому что у нас здесь нет обрезчика что я хотела сказать вот там где у нас двойной слой материала до нашей ткани подгибки то есть ручка она вот как бы отличная хорошая здесь конечно я съехала потому что у меня не было времени подготовить немного там приутюжить все это это а как ну вот он наш результат прекрасным убираем две лишние иглы получается просто цепной стежок петлитель и одна игла две иглы будет узкая строчка все берем и работаем классный оверлок ну что в какое-то заключение да тихие мягкие не капризный работает с трикотажем на джерси с бифлексом с лайкрой работает ну то есть естественно что плоскошовной машиной мы джинс не подшиваем а это специальная машина для работы с трикотажными эластичными материалами тем более когда такая проходит сейчас акция у нас замечательная скидка цену мы напишем под нашим видео поэтому приходите в нашем магазине юнис покупаете такую замечательную плоскошовную машину шейте с удовольствием всем пока с вами была татьяна компания юнис пишите комментарии ставьте лайки нам ваша поддержка очень нужна